Выглянуло солнышко, оно то выглядывает, то убегает, а мы с вами продолжаем гулять по лесу. Да, черничников очень много, вот видите, листочки чернички, но она похожа из брусника, а скорее всего даже это брусничник, а черничник, вот на таких кустиках черничка растет, а брусничка более одинокая, то есть это брусничка. Много очень бревен лежит, вот видите, видимо начинали резать и не дорезали, так и оставили. Сосновое бревно, а вот мы можем кольца здесь посчитать, кстати, сколько здесь колец у нас, очень много, и они очень тонкие. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, примерно десять, двадцать, тридцать, сорок, сорок с хвостиком лет это дерево росло, но это на скидку примерно. Вот видите, вот спилили, зря, и вот так оно лежит. А вот здесь уже кто-то поселился внутри. Жучки какие-нибудь уже, ничто даром так не пропадет. А вот здесь уже паутинка, видите, блестит. Уже какие-то ранние паучки сплели паутинку, видите, как блестит на солнышке. Удивительно просто. Просто удивительно. Но паучка еще не видно. Сейчас попробую дотронуться до паутинки. Прям очень красиво. Паучка еще не слышно. Наверное, еще... Еще только просыпается. Да. А вот слышите, дятел? Это дерево скрипит. А, дерево скрипит? Да. Но иногда здесь деревья очень сильно скрипят, когда ветер. Кажется, что кто-то открывает двери дома и опять закрывает. Или кто-то ставнями хлопает, да. С непривычки, конечно, жутковато. Но когда ты привыкаешь, наоборот, кажется, что... Ну вот сосны высокие, да, они все живут. Все живое, да. Вот впереди перекресток. Да, вот слышно, как скрипит сосна, да? Да. Слышно. Ну вот они, видны. Еще растения уже начинают потихонечку прорастать. Но недельки через три здесь уже все будет зеленое. Хотя сосновый лес относительно чистый. Еще раз повторяю. А чем глубже, чем здесь. Да. Вот сейчас, чем хорошо, нету комаров, которые будут атаковать, начиная, наверное, с конца апреля. А может быть, и раньше. Вот тоже молодой дубок. Видите? Дубовые листочки дрожат как. Маленький совсем. Поэтому нету места расти. Тут царство сосен. Ну, это смешанный лес, мы видели, и березы. Да, есть кое-где березы, но в основном, конечно, преимущество хвойных деревьев здесь. Ну, вот это перекресток дорог. Впереди тоже березки у нас. Вот она, елочкой. Молоденькая сосна, как улыбается солнышку. Прям все иголочки подставляет. Вот это какой-то красный кирпич. Возможно, когда-то давно было здание какое-то. На перекрестке. Причудливое какое дерево. Как упало, так и летит. Похоже на какую-то сороконожку. Видите? Кажется, кто-то махнет волшебной палочкой, и она побежит. Не дайди. Вот это какие-то ягодки засохшие. Типа черной рябины, что-то, наверное, было. В общем, пока непонятно. А вот это уже начинает проклевываться земляничка. Вдоль дороги очень много здесь тоже земляника. Потом будет, видите, листочки вот эти земляники. Тоже еще еле-еле они все проклевываются. Вот. Такие интересные. Потом будут цветочки красивые, а потом будут ароматнейшие и вкуснейшие красные ягодки. Но это где-то уже в июне. Вот она как-то одновременно с черникой земляника растет. Зреет. Земляника? Да. Да не, земляника раньше черная. Может, немножко раньше, да. А вот это почти разрушенное дерево. Вот видите, тоже на нем какие причетливые создания растут. Они как гвоздики. Вот они. Сами похожи на гвоздики. Они маленькие, где-то миллиметра три в диаметре. Похоже на водоросли. Может, на водоросли. Вот они такие. Удивительные. Вот здесь уже почки. Скоро распустятся листочки. Так что листочки земляники одни из самых ранних получается, проплевываются. Интересно, а делали мы ландыш или подснежники? Вот это интересно, да. Но пока здесь ничего не видно. Но для ландыша и рановато, наверное. Видите, опять лисовичок себе лавочку здесь сделал. Вот так вот положил досточку. Наверное, здесь сидит. При способе. такой сказочный лес. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...